Эта случинка задолжала САХу 12 тысяч рублей. Оплачивать долг сразу женщина отказывается. Судебные приставы вынуждены арестовать имущество. У неплательщицы 10 дней на то, чтобы оспорить решение в суде. Если абонент, скажем так, не имеет возможности заплатить всю сумму единоразово, если она для него является неподъемной, скажем так, тогда абонент может обратиться в САХ по уборке города, мы заключим с ним соглашение о рассрочке, также возможно заключить мировое соглашение и абонент может оплачивать сумму задолженности частями. В случае, если абонент ООСА по уборке города своевременно не оплатил сумму задолженности в течение трех месяцев, нами направляется досудебное требование в отношении вышеуказанного абонента и предлагается добровольный срок оплатить сумму задолженности. Работу с абонентами, которые не оплачивают коммунальные услуги, судебные приставы проводят регулярно. С начала года только в Центральном районе обработано более двух тысяч исполнительных листов, по которым с неплательщиков взыскано более трех миллионов рублей. По более чем трехстам исполнительным производствам должники ограничены в праве выйти за пределы Российской Федерации и следует отметить, что служба судебных приставов данная мера применяется на регулярной основе и является более действенной. Федеральная служба судебных приставов настоятельно рекомендует гражданам своевременно оплачивать коммунальные платежи с целью избежания в дальнейшем применения мер принудительного исполнения. Дальнейшие шаги просты. Приставы арестуют имущество, оно пойдет с молотка. Эти деньги отправят на погашение задолженности. Важен и другой аспект – моральный. Вывоз мусора – в Сочи дело затратное. На курорте нет свалок, работает система ноль отходов. Ею пользуются и неплательщики, так как ежедневно выносят мусор к контейнерам. Теперь должников поймают даже на трассе. Приставы проверяют водителей, не числятся ли за ними какие-либо долги.